Торжественное мероприятие получилось по-настоящему радостным и искренним. Причин тому много. Область значительно поднялась в плане обеспечения инвалидов достойными условиями жизни. Мы за пять лет увеличили финансирование в нашей Брянской области в 20 раз. С 5 миллионов рублей до 116 в этом году. В следующем году эта цифра еще больше будет. Столько денег вкладывается в обеспечение инфраструктурных преобразований, в реабилитационную работу в отношении людей с ограниченными возможностями. И очень приятно, что в этой работе большую помощь государству, органам обеспечения власти оказывают общественные организации инвалидов. В знакомых стенах бывшего Дома культуры «Юность», где уже привыкли собираться представители большинства областных и районных объединений инвалидов, царила теплая и душевная обстановка. Говорили за чаем о наболевшем, о том, как сделать так, чтобы жизнь людей с ограниченными возможностями стала еще легче, чтобы власти не отворачивались, чтобы доступная среда стала доступнее. Федеральная программа, которая называется «Доступная среда», естественно, на Брянщине она осуществляется. Другое дело же, может быть, не так бы хотелось, как бы всем быстро или сразу, наверное, это и невозможно, потому что эта проблема не решалась на протяжении десятков лет предыдущих. «Доступность социальных учреждений, медицинских, государственных служб и так далее. Если до сих пор или 3-4 года назад невозможно было, например, инвалиду колясочнику или в кинотеатр, или в больницу, в аптеку, то сейчас эта проблема значительно упрощена, и уже доступность этих учреждений намного-намного улучшена». По окончании мероприятия активистов общественных организаций наградили памятными подарками. Татьяна Глазова при содействии пресс-службы Брянской городской администрации. События Брянск.